доброе утро крошки жду когда ко мне приснятся в прямом эфире будем сегодня с вами общаться на тему идеальной фигуры сейчас я здесь подпишу ее факторы идеальной фигуры тематически у нас сегодня с вами эфир готовить ничего не буду как ни странно но шорты они со мной на всякий случай что вы не переживали что я вдруг без шортов сейчас нас чуть побольше будет и мы с вами переступим к интересной теме я надеюсь они вы сегодня никто не будет переживать в поводу качества связи потому что у нас солнышко хорошая погода ничего не слышно сейчас я жду куда чуть побольше народу будет да всем всем добрый день у кого-то возможно добрый вечер доброе утро огромное спасибо алионе за участие в нашем интернешном woman саммите я думаю что так как подключаются еще и участники нашего саммита помимо поклонников алионы поэтому друзья представим нашего спикера замечательного это спортсменка фитнес модель абсолютная чемпионка по фитнесу миссис россия вселенной 2017 что мне очень приятно что наш главный информационный партнер как раз таки тут есть фотографии и леоны так здорово алиона автор книги как раскрутить свой блог спасибо огромное леона за такую предоставленную возможность пообщаться с вами и ждем от вас контента да у нас сегодня очень интересная тема это факторы идеальной фигуры вообще эту тему можно назвать разными способами можно сказать шаги к идеальной фигуре можно назвать ее факторами идеальной фигуры можно просто назвать идеальная фигура но суть главная ясна смотрите в чем различия женщин у нас саммит женский у меня блог тоже для женщин в чем различия женщин допустим в европе и в россии когда мы приходим в спортзал когда мы начинаем заботиться о своем питании для нас для русскоязычного менталитета скажем так назовем его так самым главным является что красивая фигура 99 процентов женщин которые приходят на фитнес которые начинают интересоваться здоровым питанием которые начинают ходить ко мне на индивидуальные тренировки на марафоны на мои которые я провожу в инстаграме они все хотят в первую очередь либо похудеть либо заиметь какие-то красивые формы это первостепенно если мы говорим о человеке европейском если мы общаемся с представителем германии франция и они ходят в зал мы спрашиваем зачем вы ходите за они говорят за здоровьем то есть вот это вот нужно понимать можно ходить за за фигурой можно сказать за здоровьем и не обязательно если мы уходим в зал или занимаемся хорошим здоровым питанием не обязательно если наша главная цель фигура то наша цель здоровья к сожалению я пытаюсь уже много много лет в своем блоге объяснить девочкам что фигура без здоровья это это фуфло это профанация ничего такого быть не должно потому что мы можем с вами похудеть мы можем с вами накачаться с помощью каких-то не знаю же разжигающих препаратов а с помощью аптечных препаратов с помощью диуретиков слить воду с помощью слабительного очистить кишечник и увидеть какую-то заветную цифру на весах но здоровьем она не будет иметь ничего общего мы в гонке за красивой фигурой в гонке за диетами в участием в участием в каких-то фитнес соревнованиях мы можем угробить свое здоровье можем остаться без волос без кожи без ногтей без зубов без женского здоровья так вот поэтому сегодняшняя тема у нас не просто идеальная фигура а как достичь этой идеальной фигуры не угробив свое здоровье то есть здоровье фигуры на мой взгляд как тренера с 13-летним опытом работы это такие вещи которые должны идти рука об руку к сожалению до нашего российского менталитета очень сложно девушек достучаться и объяснить им что не нужно сидеть на гречке не нужно давиться курогрудкой не нужно делать по три часа кардиотренировок в день это ничего здорового у вас не будет в первую очередь когда вы принимаете решение либо придер threw some of the system питания не называет идиетой потому что диета слово вообще у меня ну его аллергия а если вы начинаете придерживаться какой то систему питания да есть различные системы питания какие то из них хорошего какие то из них плохие какие то из них не работают но я допускаю вчадку человек может начать придет наша система питания например вегетарианство ну изотеческих даже соображение либо раздельного питания, потому что гастроэнтеролог настоял на этом. Так вот, когда мы начинаем придерживаться системы питания, мы должны задать себе вопрос, смогу ли я постоянно, то есть через 10 лет, через 5 лет, через какое-то другое время придерживаться такой же системы питания, или это временный фактор. Так вот, если это временный фактор, нам нужно что-то менять, нам нужно выстроить свой рацион таким образом, чтобы он не чувствовал себя устремлённым, вы можете поставить телефон, он очень шумит, отвлекает, спасибо. Так вот, чтобы мы не чувствовали себя через 5-10 лет, что мы сидим на какой-то диете и себя ущемляем. Наша система питания должна быть выстроена таким образом, чтобы мы всю жизнь могли ей следовать. Так вот, это один из факторов идеальной фигуры. Такое питание, которое подходит именно вам. Такое питание, на котором вы не чувствуете себя ущемлённым. Простой пример. Девочка, которая не может жить без хлеба, обожает макароны, решает похудеть и садится на белковую систему питания. Я вообще считаю, что белковая диета – это большое зло, это плохо влияет на наш организм, плохо влияет на наши почки, плохо влияет на наш внешний вид и в будущем несёт за собой очень большие проблемы со здоровьем. Так вот, представим такую девушку, она жить не может без пасты, она ела её с утра в обед и на ужин, и вдруг она решает похудеть и садится на диету, я не знаю, там, Дюкана или Аткинса, то есть на белковую диету. Что у неё будет? У неё будет фиксация на питание, у неё начнутся, кроме физиологических проблем, которые в виде лишнего веса у неё присутствуют, у неё начнутся проблемы с головой. Она будет мечтать о своих макаронах, о своём хлебе, она будет грезить о них во сне, она будет, не знаю, лезть на стенку, у неё начнётся ломка, как у наркомана, что она не видит своего любимого продукта и не может себе его позволить. Что будет в конце? Она продержится день, она продержится два, она может продержится неделю, а может быть даже и месяц. Потом у неё будет срыв. Срыв – это неконтролируемый приём пищи. Когда у нас, вот на английском называется cravings, это когда у нас непреодолимая тяга к какому-то виду продуктов. Она начнёт хотеть вкусняшек, её организм будет требовать, мозг будет требовать глюкозы, она будет хотеть съесть всё, что есть в доме углеводного, и зажор может повлечь за собой как психологические проблемы более серьёзного характера, расстройства пищевого поведения, так и зажор длительный. Что такое длительный зажор? Это когда мы неделями сидим дома, выходить никуда не хотим, то есть это как депрессия, и поглощаем в неимоверных количествах запрещённую еду, потому что завтра на диету, с завтрашнего дня всё чётко решила не жрать, поэтому с завтрашнего дня ничего будет нельзя, и сегодня надо съесть всё, что есть в доме. К сожалению, на долгую перспективу данные диеты, если они вам не подходят по вашей физиологии, вашему психологическому настрою, то они чреваты наборами ещё большего веса, и я уже не говорю про расстройства со здоровьем. То есть и проблемы со здоровьем, и проблемы с лишним весом никуда не деваются, наоборот, не приумножаются. То есть первый фактор – это питание. Питание должно быть забалансированным, достаточным, потому что одно дело, когда мы исключаем какой-либо макронутриент из нашего списка, то есть мы исключаем углеводы, исключаем белки или исключаем жиры. Это одно дело. А другое дело, когда девочки сидят на капустный лист либо на гречу с курогрудкой и употребляют мизерное количество калорий. Вот когда мне девочки пишут, что они сидят по месяцу на 800 калорий или там на тысячи, или даже на 1200, у меня волосы сразу же встают дым, и я представляю, что с их обменом веществ происходит. У них не хватает питательных веществ для поддержания всех систем организма. Что делает наш организм? Он их переводит в режим энергосбережения. Ну вот представим себе большое предприятие, большой-большой концерт. И там работает много людей, там есть много департаментов, есть там логистический департамент, есть менеджмент, есть департамент переработки сырья. То есть это большой концерт, он что-то производит. И наш организм тоже можно сравнить с этим большим концертом, потому что наш организм постоянно находится в работе, у него постоянно действуют какие-то системы. То есть если мы даже спим, наш организм работает, потому что сердце работает, почки работают, печень работает. Все наши внутренние органы, они не спят вместе с нашим мозгом, они продолжают работу. И когда у нас, допустим, в нашем концерне сократили зарплату, нужно сокращать счет от работников, нужно отключать те департаменты, которые нам не нужны, те отделы, которые нам не нужны. Ну вот, например, наш организм считает, что нам не нужна репродуктивная система. Когда у нас дефицит калорий слишком большой, когда мы слишком мало едим, наш организм думает, если мы сами себя не в состоянии прокормить, то каким образом мы сможем зачать и выносить потомство. Поэтому первым делом у женщины отключается репродуктивная система. Женское здоровье летит первым делом. Потом идет внешность, потом начинают отказывать другие системы. Знаете, я переболела в 19 лет анорексией, и я знаю, что это такое, я очень плотно занималась тем вопросом. Я читала и смотрела интервью, и читала очень много о девочках, которые погибли с данным диагнозом. И у всех, как у одной, написано в анамнезе, что сначала репродуктивная система исключается, потом постепенно остальные жизненно важные системы организма тоже исключаются. Вот таким вот способом, такой ценой, красивую, идеальную, стройную фигуру. Идеалы у всех разные. У кого-то идеал – это большая попа, у кого-то идеал – узкая талия, у кого-то кубики на прессе, у кого-то плоский живот. У всех идеалы разные. Но мы сейчас говорим о стройной фигуре, о похудении. Вот такой ценой, ценой нашего здоровья, стройную фигуру, она нам нафиг не нужна, потому что мы, грубо говоря, на примере анорексича, который худит, 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 потом умирает. Зачем ей в гробу стройная фигура? Правда же? Вот, поэтому самое главное, нужно сбалансировать свой рацион. Первый фактор идеальной фигуры должно быть достаточное количество белков, достаточное количество жиров, потому что если мы принимаем жиры извне, то наш организм легко и просто с ними будет расставаться. А если жиров извне не поступает, он их наоборот будет складировать. Про запас на чёрный день. Вдруг потом война, вдруг потом голод, нужно же что-то иметь. И они будут складироваться чаще всего, где? Вот здесь, на талии. На животике, на талии, не с живота. Талия, бока – это наши жиры на чёрный день. Чтобы, не дай бог, что подушка безопасности у нас была. Достаточное количество углеводов. Углеводы – это основа нашего рациона. Что такое углеводы? Это крупы, это зернобобовые, это же самая паста, это фрукты, это овощи. Ну, это больше клетчатка, но всё равно это тоже можно отнести к углеводам. Это простые углеводы. Простые углеводы тоже почему нет? Почему все их так боятся? Их нужно просто грамотно вписывать в рацион. Простые углеводы – это может быть и булочка раз в неделю, это может быть ложка мёда с вашим чаем. Ради бога. Главное их, главное знать, что вы употребляете их не слишком большое количество. Во всём важна мера. Итак, первый фактор идеальной фигуры – это сбалансированное питание. Я против различных диет. Те, кто меня читает, уже давным-давно знают, что я очень радикально настроена против диеты трикокусных листа Ларисы Долиной и прочие там цветик-семицветик, каких-то диет нету, там японская. Я против них. Я за здоровое сбалансированное питание. Однако оно может быть варьироваться с учётом вашей системы питания. Допустим, если вы не едите мясо, если вы не едите молочку, такое тоже может быть. Ради Бога, по медицинским показаниям, можно исключать эти продукты, но нужно им искать адекватную замену. Проблема вегетарианцев очень часто заключается в том, что они начинают питаться помидорами и огурцами. В наших широтах, в помидорах и огурцах, нет никаких витаминов, никаких питательных веществ. Они забывают напрочь про то, что нужен белок нашим мышцам, нашей фигуре. Потому что можно же быть, вот говорится, худая корова, ещё не газель. Можно быть худой, но желейной. Раздеваешься на пляже, у тебя всё висит, всё как холодец. Всё в целлюлите, некрасивая кожа, очень землистый цвет лица. Вот это как раз-таки нехватка питательных веществ, нужных нам. Потому что тело здоровое, подчёркиваю, здоровое, тело встроенное, тело идеальное, идеальное для человеческого глаза, скажем так. Оно должно говорить о том, что оно здоровое, говорить о том, да, я не говорю о том, что все должны быть худые, я не говорю о том, что все должны быть, не знаю, полные, круглые, накачанные. Нет, я говорю, что они должны выглядеть здорово, они должны выглядеть подтянутым. Да, полненькая девушка тоже может быть вполне подтянутой. Так, что-то на телефонах был. Второй фактор идеальной фигуры, как раз-таки мы плавно к ним подходим, это физическая активность. Физическая активность, я не говорю о тренировках в тренажерном зале с большими весами. Я о них не говорю. Я сейчас говорю о вашей активности. То есть, если у вас здоровое тело, если у вас нет лишнего веса, вы будете самостоятельно поддерживать свою активность на хорошем уровне. Да, казалось бы, это парадокс. То есть, обычно нужно полненьким двигаться, чтобы похудеть, но когда они начинают худеть, когда они начинают сбрасывать вес, у них появляется больше энергии на активную жизнедеятельность. Они начинают гулять с детьми, они заводят себе собаку. Им в прогулке приносят удовольствие. Приносят удовольствие езда на велосипеде, приносят удовольствие какие-то активные игры, активный спорт. Им начинают приносить удовольствие. Вот такой вот небольшой парадокс. Но это тоже является одним из факторов идеальной фигуры, идеально здоровой фигуры, потому что наше тело имеет какие-то функции. Наши мышцы, они в обычной жизни нам, к сожалению, в данный момент с прогрессом не так нужны, как раньше. Раньше же, помните, что нужно было убить мамонта, притащить его домой, приготовить, побежать за кем-то, прыгнуть через что-то. То есть, вот такие вот какие-то функциональные моменты с появлением бытовой техники, с появлением прогресса, с появлением цивилизации. Мы забыли, наши мышцы забыли. Поэтому, к сожалению, в условиях больших городов, условиях малоподвижного образа жизни, в условиях сидячей работы, машины, вот в таких условиях нам нужно каким-то образом поддерживать нашу физическую активность. То есть, увеличивать ее. Именно поэтому многие ходят на танцы, на спорт, на йогу, в бассейн. Это очень-очень хорошо. Таким образом, мы можем поддержать нашу сердечную мышцу, поддержать работу всех органов, увеличить обмен веществ, улучшить как это назвать правильно, улучшить наше самочувствие, можно же тоже так сказать, улучшить наше самочувствие, улучшить наше самовосприятие. Когда смотрим на себя в зеркало с утра и понимаем, что мы активны, что мы функциональны, что все наши мышцы не спят где-то, а они способны выполнить свою функцию. Ну, допустим, мышцы стабилизатора способны, или мышцы спины способны поддержать наш позвоночник. Я еще раз напоминаю, что в тренажерный зал мы ходим, вот наши русские женщины ходят за фигурой, но мы забываем о том, что это функциональная потребность нашего организма. Мы забываем о том, что сильные здоровые мышцы той же самой спины и того же самого пресса, внимательно, пресса, это залог вашей здоровой спины, это залог вашего здорового позвоночника, это залог вашей хорошей активной беременности. Сильные мышцы стабилизаторы, сильные мышцы пресса и сильные мышцы спины. Смотрите, мамочки, вы же все время таскаете своих детишек на руках. Спина страдает. Если у вас развитые мышцы спины, то спине все равно она может взять на себя такую нагрузку в виде вашего ребенка. То есть у нас очень важно, я хочу до вас донести в данном вебинаре, что красота и эстетика идет рука об руку со здоровьем с нашим с вами. Итак, это второй фактор идеальной фигуры, физическая активность, тренировки, просто физическая активность, быть активным, это второй фактор идеальной фигуры. Второй шаг к идеальной фигуре, если хотите. Третий, достаточное восстановление. Я всегда говорю, даже на своих проектах, своих марафонах, девчонкам говорю, самое важное в нашем деле это восстановление. Никому не будет никакой пользы, если вы будете зачуханная, зачуханная, как лошадь во время марафона, делать тренировки, питаться скудно, питаться недостаточно, тренироваться на износ, делать по 3 часа кардио в день и при этом не иметь выходных. Вот это вот обсессион, это страсть, это сумасшествие, повернутость на фигуре, только вы похудете, сделаете все, что угодно, это ни к чему хорошему не приводит. В лучшем случае вы заработаете депрессию себе, такое тоже может быть, депрессия на фоне чрезмерного увлечения фитнесом и можно вообще на самом деле сработать действительно хорошее психическое заболевание и очнуться в один прекрасный день от фитнес-зависимости в специальном заведении, скажем так, для душевнобольных людей. Вот, поэтому это тоже очень-очень важно, смотреть по своим силам, смотреть по своему самочувствию. Если вы недостаточно спите, если вы не восстанавливаетесь, то, к сожалению или к счастью, вам придется воздержаться от тренировок и поспать, восстановиться, выспаться, отдохнуть, сходить на массаж, может быть, изменить какой-то вид тренировок своих, может быть, пересмотреть свое питание, сделать себе рефит, читмил, загруз, все что угодно, как хотите это называйте, но самое главное это держать во всем баланс. Помните о том, что наше тело меняется, наши мышцы становятся упругими, растут, делятся, а наш жир сжигается только в момент отдыха, а не как считают многие во время тренировок. Нет, во время тренировок мы все хорошенько запускаем, все процессы, мы очень хорошо прорабатываем какие-то мышцы, какие-то зоны может быть проблемные, и затем мы во время сна, во время отдыха, во время восстановления, во время активного отдыха тоже, мы восстанавливаем наши силы и запускаются эти все процессы, жир сжигания, у нас, как известно, жир сжигание происходит во сне, да, если вы не знали, пожалуйста, запомните, знайте, теперь жир сжигание происходит во сне, выделяется гормон роста, который также работает над тем, чтобы наши мышцы сделать больше, упругими, красивыми, вот, беременной можно заниматься, с разрешением вашего врача можно заниматься, вот, имейте в виду, что третий фактор идеальной фигуры, третий шаг к идеальной фигуре это достаточное восстановление, восстановление может быть как едой, так активностью и отдыхом, то есть различные бывают методы восстановления, вы должны смотреть по себе, по вашему организму, слушать его, что для вас именно подходит. Следующий фактор идеальной фигуры это ваша цель, то есть, как я сказала уже в начале данного вебинара, что такое идеальная фигура, для каждого она своя, для меня идеальная фигура это мышцы, мне нравятся мышцы у женщин, мне нравятся треугольная спина, мне нравятся кубики пресса, мне нравятся красивые круги ягодицы, стройные ноги, это нравится мне, у вас идеал может быть совершенно другой, вам может быть нравятся тоненькие ручки, тоненькие ножки, плоская попа, а многим нравится наоборот идти в оформленные тела, это зависит от вас, то есть, вы и только вы решаете, как вам выглядеть, ну, конечно же, еще ваша генетика, но в любом случае вы должны себе наметить цель, без цели, к сожалению, достичь чего-то невозможно, потому что вы просто не будете понимать, что это такое, зачем вам это надо, ну, и чего вам, собственно, достичь нужно. Например, когда кто-то говорит, я хочу похудеть, я говорю всегда, насколько, как ты хочешь выглядеть, насколько размеров ты хочешь похудеть, насколько килограмм, цель должна быть измеримой и конкретной, то есть, эфемерная цель, такая разбросанная в пространстве, она не работает, если вы говорите, я хочу нравиться мужчинам, то это не цель, вы должны иметь в виду, представлять, может быть, возьмите себе картинку из журнала, вырежьте, может быть, свою фотографию повесите на холодильник, все что угодно, вы должны свою цель четко себе визуализировать, представлять, нарисовать, измерить, написать, цель должна быть конкретной. И последний факт идеальной фигуры, последний момент, последний шаг к идеальной фигуре, я думаю, что все из вас уже знают, что это мотивация, без мотивации никакой цели вы достичь не сможете, потому что вы просто тупо будете находить себе отговорки. Знаете такую поговорку, если есть желание, найдется тысяча возможностей, если желания нет, то найдется тысяча причин. Так вот, это тоже один из моментов мотивации. Ваша цель должна вас настолько мотивировать, чтобы вы оторвали свою задницу от дивана и начали действовать. Мотивация целью, мотивация целью работает на некоторое непродолжительное время. На долгую перспективу гораздо важнее найти тот кайф поймать, найти такую мотивацию, которая могла мотивировать вас процессом, действием. Вы получаете удовольствие от создания новых рецептов правильного питания, вы получаете удовольствие от общения с единомышленницами, вы получаете удовольствие от того спорта, который вы выбрали. Если вам не нравится йога, не насилуйте себя, займитесь танцем живота. Если вам не нравится танец живота, займитесь силовыми в зале. Если вам не нравится тренажерный зал, займитесь на улице функциональными тренировками. Вы должны понимать, вы должны представлять именно тот вид тренировок, именно тот вид нагрузки, который нравится именно вам, чтобы вы могли с желанием, с радостью, с энтузиазмом, с воодушевлением ждать следующей тренировки, чтобы вы собирали свою спортивную сумку, не с чувством, опять тренировка, как же мне надоело мучиться, а с чувством ура, я теперь иду на тренировку, я там попотею, я там попрыгаю, побегаю, получу заряд энергии, заряд мотивации, и тогда ваша цель, ваша фигура будет просто дополнительным бонусом, потому что вы будете получать кайф именно от того, что вы делаете в данный момент. Я надеюсь, что это тоже такой понятный, важный шаг на пути к вашей идеальной фигуре. Хочу похудеть, но по здоровью мне нельзя физические нагрузки, можно ли похудеть без спорта? Похудеть без спорта можно, безусловно, я говорила в самом начале вебинара про питание, питание это самое главное, но очень важно все-таки смотреть на свой внешний вид, потому что можно похудеть, просто увидеть какую-то цифру на весах, и при этом быть абсолютно неоформленной, некрасивой, а можно похудеть красиво и быть стройной, да, худой будет легко, а стройной быть немножечко сложнее. Спасибо. Хочу похудеть на 6-7 килограмм, худеть ради Бога. Вот видите, вы уже начали писать конкретные цели, которые вас преследуют. Если хотите, можете опоздала, первый фактор питания. Девочки, я сохраню эфир, обязательно почитайте, посмотрите его в записи. У Аджуны школа уже началась давно, я же так много писала уже про школу. Индивидуально я работаю, да, работаю, пишите мне на почту. Так, диетолог посадил меня на 1100 килокалорий на 7 дней, потом будет менять программу, говорит, что не замедляется метаболизм от этого. Стоит ли ему доверять? В зависимости от того, какие у вас исходные данные, потому что, может быть, у вас ожирение первой степени, тогда диетолог действительно сажают на ограниченное количество калорий в каких-то рамках, да, в какой-то определенный промежуток времени. И я не могу вам сказать, как бы, не знаю, вашей полностью ситуации. Записи, обязательно посмотрите, это очень-чем важно. Все беременные вес набирают, но я не могу согласиться с этим. Я набрала в первую беременность 6 килограмм, во вторую беременность 4 400, то есть во вторую беременность я улучшила свои данные физические и также я похудела во вторую беременность. Вот поэтому не все набирают вес, особенно большой. Это не норма, не норма. Норма считается 7-9 килограмм. Набрать за беременность считается нормой, но тоже зависит от того, какой у вас был до этого вес. Может, у вас был профицит вес, слишком большой вес, может быть, у вас был слишком маленький вес. У нас тут ссадник без головы на нижнем экране. Очень так забавно. Я могу свою голову приставить и получится очень весело. Разрешили заниматься до 7 месяца беременности, но сказали не делать пресс и гиперэкстензию. Гиперэкстензия действительно при беременности противопоказана. Можно делать только укреплять мышцы-стабилизаторы спины, стабилизаторы позвоночника, да, и мышцы-разгибатели спины можно прокачивать другими способами. Обязательно посмотрите на моем YouTube-канале видео «Здоровая поясница» или «Поясница без боли во время беременности», и вы там сможете найти те упражнения, которые можно делать. Как похудеть за 2 дня? Можно отрезать себе руку, можно ногу, смотря на сколько килограмм вам нужно сбросить. «Есть специальные продукты». Есть специальные продукты. Это про какие продукты? Про глистов? Ну да, если вы едите глистов, то, наверное, вы можете похудеть на 2 килограмма за 2 дня. Или на сколько вы там хотели. Пожалуйста, Липаши, скажите пару слов. Девочки, я писала про жиросжигатель в очень подробный пост. Я писала очень подробно про то, что есть жиросжигатель двух видов. Фуфло и фигня. Фуфло – это которое вы покупаете пустые таблетки и думаете, что они работают, они не работают. Там, не знаю, аскорбинка насыпана. И фигня опасная, которая работает, которая действует. Все, что работает, все, что действительно работает и жиросжигатель, это все действует на вашу щитовидную железу. Если вы их принимаете, то я вас поздравляю, скоро ваша щитовидная железа самостоятельно работать перестанет и вам придется постоянно сидеть на гормонотерапии. Если вам не хочется таких перспектив, то лучше не употреблять ни один жиросжигатель, особенно рабочий. Лучше всего выпить чашечку кофе перед тренировкой, пойти тренироваться в качестве стимулятора. И, конечно же, пересмотреть свое питание, выбросьте все мысли из головы к поводу жиросжигателей. Это вредно. О чем я говорю сегодня в данном вебинаре уже 40 минут. Я говорю о том, что нужно в первую очередь думать о своем здоровье, потому что фигура без здоровья никому не нужна. Что кушали во второй беременность, как питали, как пили воду. Я ела еду обычно завтрак, обед и ужин. Здоровую, правильную еду. Рассчитывала себе калорийность, не слишком усердствовала, не потакала своим безумным желанием есть мороженое ведрами. Нет, я очень себя сдерживала в питании. Питалась, сбалансировала все эти же правила, как и для небеременной, работают и в беременность. Главное, это микроинтриентный и микроинтриентный состав вашей пищи. То есть, чтобы пища была цельная, полезная, здоровая и включала в себя все питательные вещества, белки, жиры, углеводы. И воды нужно пить во время беременности вообще много, больше. Почему? Потому что наш круг кровопрощения не один у нас беременность, а целых два. Кровь у нас, объем крови увеличивается в полтора раза. У ребенка околоплодные воды, 4 часа каждые меняются. Представьте себе, вот он там у вас лежит и тухнет в этих водах. Ему некомфортно. Представьте себе ванну, в которую вы скидываете, сок налили, чай налили, кофе налили. И вот он в этом вот лежит 9 месяцев. Каждые 4 часа вы должны вытаскивать пробку, сливать воду, заливать новую чистую воду. Именно поэтому очень важно соблюдать питьевой режим во время беременности. Кроме того, питьевой режим, он способствует уменьшению отеков. Я питалась на поддержание во время беременности, да, на поддержание. У меня хирургический живот не уходит. Не понимаю, что это такое. Как рассчитывать калорийность? Вы можете посмотреть в интернете, это очень просто, набираете в гугле, как рассчитать калорийность, и вам выходит до кучи формул, берете любую и считаете. Как вы относитесь к системе белково-углеводного чередования? Мне, вот если на ней жить, нет, она не подходит никому. Если на ней готовиться к какому-то мероприятию, к какому-то мероприятию, либо к соревнованиям, либо просто дать буст вашему организму, если у вас, например, факт, а почему нет? Можно сделать 3-4, 3-4 цикла чередования, но не более того. Вот, и помочь себе таким образом, но сидеть постоянно на данной диете, на данном виде питания, я не считаю возможным. Пожалуйста, расскажите вам о ровнении о жиросжигающих поясах. Писала вот прям буквально вчера. Вот буквально вчера, девочки, почему вы не читаете ленту? Столько всего полезного, столько всего нужного. Каждый день вам пишу и про питание, и про тренировки, и в сторис снимаю свои тренировки. Почему вы не смотрите? Нужно обязательно читать ленту, вчитываться в мои посты. Столько времени я трачу для того, чтобы до вас донести информацию. Жиросжигающие пояса, виброплатформы, прочая фигня, это фигня. Вообще выкинется из головы. Так, будет ли у вас марафон после апреля, может, до восстановления после родов? Восстановление после родов у меня каждый 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 месяц. Вот, сейчас у меня в шапке профиля стоит ссылка для регистрации на завтрашний вебинар. который будет посвящен восстановлению после родов. Я расскажу, как я обновила программу, полностью создала новую программу с очень эффективными тренировками, направленные именно на после родовый период. Прямо через две недели после родов можно приступать к выполнению моей программы. Там специальная врачебная гимнастика, плюс вторая и третья ступени, это уже более интенсивные тренировки, силовые тренировки, которые вам помогут слепить фигуру даже лучше, чем до беременности. «Составляйте меню на неделю, как к этому прийти?» Я составляю меню, конечно же, я составляю меню, пишите на почту, как вы относитесь к кету. Если вы смотрели данный вебинар, то вы наверняка поняли, что я отношусь отрицательно. Еще не успела почитать. Как можно аппетит сбавить? Если кушать-то хочется водой, пейте достаточное количество воды. Очень часто, когда мы с вами хотим есть, на самом деле это жаждет. Наш организм просто дает нам сигнал, а мы его неправильно трактуем. У меня остался большой живот после беременности. Я на ГВ, только ПП поможет его убрать. Правильное питание и тренировки. Но не просто ПП, девочки, а питание с дефицитом калорий. Это две разные вещи. ПП тоже можно кушать тазиками и поправляться. Упражнение для груди к хирургу сходить и сделать себе подтяжку. Это вот упражнение для груди. А тренировки на грудь вы можете найти на моем YouTube-канале либо в моем аккаунте. Как я отношусь к притейным коктейлям? Очень положительно. У меня никак не уходит пузо. Регулировать питание. Эти пояса не помогают. До какого времени шуток желательно пить воду. Я пью прямо перед сном большой стакан воды. Это не влияет на ваши отеки. Можно ли есть протеиновые батончики? Я вот сейчас сижу и ем. Протеиновый батончик, потому что не успела позавтракать нормально. Ну что, я думаю, что нашу тему мы раскрыли, что все сейчас, кто не понял, пересмотрит данный прямой эфир, запишут себе, сделают себе конспект, желательно в голове, на подкорке головного мозга, чтобы все факторы, наши идеальные фигуры, как сказать, отпечатались у вас, чтобы они плотно засели в ваш мозг, чтобы вы поняли, что идеальная фигура и здоровье идут рука об руку вместе, нельзя жертвовать ни одним, ни другим, нужно обязательно заботиться о себе, о своем здоровье в первую очередь, и, конечно же, напоминаю вам пять факторов, это питание, тренировки, эфирическая активность, это восстановление или сон, это ваши цели, это ваша мотивация, вот эти вот пять вещей, из которых построение идеальной фигуры, какой бы ни был у вас идеал, невозможно. Я сейчас на втором месте беременности, как питаться, чтобы не разжиреть, еще раз повторяю, питаться с учетом вашей физической активности, вашего состояния сбалансировано, ничего нового я вам не скажу, все, дорогие мои, я побежала дальше на работу, вам желаю хорошего дня, всех обнимаю, огромное спасибо за ваше активность, за ваши лайки, за ваши комментарии, очень хорошо, что вы у меня такие умные, такие податливые, такие хорошо усваивающие информацию, которые хотят развиваться, хотят учиться, хотят узнавать что-то новое. Я надеюсь, что данный вебинар был вам полезен, буду очень-очень признательна, если будете писать, ваши впечатления, в комментариях, если будете, я даже не знаю, рекомендовать посмотреть данный вебинар с моим подругом, вот, а я с вами прощаюсь на сегодняшний день, и всем здоровья, всем красоты, всем идеальной фигуры. Спасибо огромное, Алена, благодарим за выступление. Всё, всем пока. Эфир сохраняю. Субтитры создавал DimaTorzok